Да, я себе подметил некоторые пункты, по которым мы проходили, за нашу работу. Так, ну давай вот просто опиши, как было раньше и как сейчас. Вот смотри, насчет вины. Мы снимали большой... Вины сейчас нет, вины сейчас совершенно нет. Если я чувствую, что где-то сделал ошибку, я просто исправляю ее, и все. То есть у меня нет чувства вины сейчас никакого. Это огромный плюс, это отличное состояние, замечательное. А скажи, а раньше... Если раньше я испытывала... Да, раньше вина, как она проявлялась? Ну как? Я просто тупо чувствовала вину, и все. То есть я чувствовала, что есть вина. Ну, к примеру, какие события? Что могло оттенять вину? Ты знаешь, даже событий таких не было. Я просто чувствовала вину, и все. Часто бывало, что просто без причины возникало чувство вины. Вот. Без причины возникало чувство вины, я просто чувствовала, что что-то тут не так, и все. Раньше я чувствовала часто страхи, то есть, как уже выяснилось, это были панические атаки. Я чувствовала, что мне трудно жить, трудно общаться с людьми, то есть сейчас мне стало гораздо проще. Я чувствую себя совершенно спокойно и раскрепощенно. Слушай, а вот помнишь, ты говорила по поводу маршрутки, что сложно попросить, чтобы остановили? Можно было сказать на остановке, то остановите, пожалуйста, сейчас я, в принципе, заставляю себя, как бы, силой воли, но сейчас уже гораздо проще это делать. Если вот раньше было 100% чувства, сколько сейчас осталось? Процентов 30, наверное, процентов 30-25, ну, в принципе, это все очень просто решаемо, с этим можно жить, с этим можно как бы выработать привычку, говорить спокойно. Ну, я понял, да, просто 30%, так как выдержка достаточно уже длительное время, да, то есть, наверное, уже с месяц прошел после того, как мы это поправили, вот, это, скорее всего, остались какие-то вещи, которые мы не дочистили, ну, вот там, оторвально. Ага. Хорошо. Общественное мнение, скорее всего, что-то где-то осталось, но, в принципе, с этим, ну, как бы, я подумаю, что сделать в будущем, может быть, я сам дочисти. Да, с общественным мнением мы, ну, его толком мы не затрагивали, вот, поэтому, если там что-то осталось, да, это можно будет дочистить. Хорошо, хорошо, а расскажи, вот, когда мы с тобой работали, ты как-то высказывала такое мнение, ну, там, в гипнозе, да, то, что мужчинами надо управлять, что мужчины слабые и все такое. У меня где-то даже записано, как ты там сказала, вот, как вообще сейчас ощущается у тебя? Ну, раньше я так думала, действительно, где-то, ну, вот, как бы, в глубине души я думала, что это правда, что так и должно быть, что они глупы, и мне нужно управлять, как-то подталкивать, чтобы они принимали правильные решения. А сейчас, ну, в принципе, я уважительно отношусь к парням, вот, я их уважаю, то есть, как бы, ну, в принципе, я чувствую себя полноценным человеком, но при этом женщина, это очень важно. Ну, слушай, ну, времени, конечно, мало прошло, были какие-то изменения, вот, из-за того, что сменена сама логика, да, потому что когда-то мне в гипнозе сказала, Олег, ну, ты же понимаешь, что мужчины глупые. Я думаю, ладно, спорить я не буду, посмотрим, что, ну, потом в итоге мы нашли, где корень был, вот, а изменилось ли что-то, вот, то есть, логика сама поменялась, есть ли какие-то результаты, или пока еще не успела проявиться? Ну, ты знаешь, я стала больше уважать своего отца, это важно, и, ну, в принципе, сейчас я, ну, хорошо-хорошо отношусь к любым парням, к любым мужчинам, отношусь уважительно, и, ну, каждый человек, ну, скорее всего, заслуживает такого отношения к себе, чтобы у него был шанс, ну, в общем-то, как-то проявить себя. То есть, это еще один большой плюс, ну, гипнотерапии в том, что я осознала, как должно быть правильно, то есть, я это понимала головой, но осознание не было внутри, а сейчас осознание-то появилось. Конечно, раньше, ну, у меня были разные друзья, а сейчас общество, как бы, у меня, ну, скорее всего, очистилось, то есть, как бы, их стало меньше, знакомых стало меньше, то есть, ну, лишние две девушки из моей жизни, и это очень хорошо. Знаешь, некоторые люди, вот, боятся то, что круг общения будет сужаться, ну, как это тебе, тебя это не пугает? Нет, не пугает абсолютно. Ну, как бы, я ищу новых людей, я ищу новых, ну, знакомые, стараюсь, общаюсь, ну, если я вижу, что человек лишний, то он сразу уходит из моей жизни. Я, я, теперь я лучше разбираюсь в людях, я вижу, кто есть кто. После сеансов я стала взрослее. Это большой плюс мои, ну, знакомые заметили, все мои приятные, знакомые, с кем я общаюсь, продолжаю общаться, заметили, что я стала более осознанной, более взрослой. Вот, после сеансов это произошло. Ну, да, да, получается. Открылись глаза, вот, просто открылись, взгляд стал шире. Открылись глаза на очень многие вещи. А скажи еще такой момент, который мы правили насчет панических атак, как сейчас с паникой? Ты знаешь, я считаю, что панических атак сейчас нет. Если раньше мне было тяжело общаться с кем-то, то сейчас мне легко, гораздо легче. То есть, если раньше я постоянно испытывала просто страх, откуда он брался, как бы, без понятия, но я испытывала часто страх. То есть, сейчас у меня нет такого, то есть, я чувствую себя абсолютно спокойным человеком, всегда чувствую себя спокойно. А если по стопроцентной шкале? Да, просто. Если по стопроцентной шкале, сколько сейчас будет? Да, потому что ты говоришь в принципе, то есть, нет уверенности, да, в стопроцентном, что сейчас вообще их нету, да? Ну, например, я могу сказать, что у меня нет никогда паники. То есть, для меня это чувство даже незнакомое, оно, ну, я, это настолько редкое, ну, раз там в 10 лет, может быть, ну, что паника вот. Если взять 100% чувства, вот, как раньше было, до начала сеанса, и сейчас, сколько сейчас осталось? Ноль, когда паники вообще нету, там не проявляется никаких ситуаций. Ну, знаешь, если сказать прям честно-пречестно, ну, процентов 5, ну, 10, ну, это от силы, это если я сомневаюсь в чем-то, то у меня бывает иногда паника. То есть, а, эмоции там, а, кошмар, все, то есть, как бы, ну, это быстро проходит, то есть, я, в принципе, контролирую себя. Да, раньше не было такого, то есть, сейчас я, в принципе, контролирую себя. Ну, конечно же, эмоциональный человек, я очень быстро взрываюсь, быстро я остываю, но, ну, часто себя контролирую. Да, я про себя не могу сказать, что я эмоциональный, у меня достаточно, ну, ровно по эмоциям, поэтому и не выбрасывать ни туда, ни туда не выбрасывать. Да, а скажи еще по речи, то есть, у нас была связка, когда паника цепляла речь, и речь начала, начинала, ну, прерываться. Но это не заикание, потому что заикание, оно немножко в другую форму, а это, как бы, ну, некоторое такое торможение, что ли? Ну, психосоматическое какое-то состояние было, да, но сейчас я свободно общаюсь, я звоню, звоню людям всяким разным, я спокойно с ними общаюсь, потом я, в принципе, с друзьями, ну, как бы любые темы, поддерживаю разговоры, то есть, спокойно рассказываю мысли и все, в общем. Я очень довольна, я чувствую себя свободной, впервые в жизни за этот месяц я чувствую себя свободной. И в будущем, ну, лучше все будет, то есть, я, как бы, беру, ну, ответственность, я стараюсь работать и дальше над собой, то есть, стараюсь больше создавать ситуации, где бы я общалась, где бы я с новыми людьми, ну, как бы, знакомилась, где бы у меня были такие ситуации, где бы мне приходилось общаться, то есть, я чувствую, что мне стало жить гораздо легче. Олег, вот реально спасибо тебе за это, вот реально тебе говорю, мне стало жить гораздо легче. Да, ну, естественно, смотри, результаты, ну, я думаю, адекватнее было бы оценивать через, там, ну, не знаю, полгода. Я думаю, мы можем с тобой созвониться, там, через полгода, может быть, там, еще через год, да, чтобы посмотреть, насколько, куда что сдвинулись, и если что-то всплывет еще, соответственно, это доработать. Вот, понятно, что те изменения, они будут привносить в жизнь уже другие качественные изменения, ну, естественно, с твоей помощью, да, вкладываясь в свою жизнь, уже будет, то есть, если раньше ты, например, вкладывала, не знаю, условно говоря, там, один час своего времени на развитие, там, своих отношений, там, или развитие, ну, чего-либо, там, не знаю, притока денег, то сейчас этот час будет приносить тебе уже, ну, другие результаты, там, в два-три раза. Эффективность совсем другая, жизнь, эффективность повышается, я с тобой согласна. А, знаешь, что, расскажи, у тебя больше опыт, чем даже у меня, насчет нахождения в трансовом состоянии, вот многие думают насчет того, что там гипноз, это что-то такое, какая-то мистика, там, манипулирование, как это вообще ощущается? Абсолютное тело все отдыхает, спокойно становится, ну, сознание отдыхает, ну, это самое, как бы, подсознание работает в это время, то есть, сознание отдыхает, это точно, то есть, ну, вспомнила я всю свою прошлую жизнь, вспомнила я, ну, вплоть до одного года утробе матери, то есть, я сейчас, ну, помню вот то, что я, ну, что-то раньше забыла, потому что я раньше забыла, я сейчас это все вспомню, вот, ну, это, ну, это приятное состояние, поэтому, ну, в принципе, бояться не стоит этого, это полезное состояние для организма. А, еще такой вопрос, были ли какие-то вещи негативного характера, что-то было после нашей проработки, да, что-то было, ну, сложнее в каких-то делах, или, ну, что-то отрицательного характера? Ничего такого не было, были только хорошие изменения, положительные изменения, которые я знаю, то есть, как бы, запомнила, и с первого сеанса я, ну, как бы, могу сказать точно, что это полезное состояние, и что, ну, опасаться не стоит гипноза, и, ну, как бы, нужно думать, что кто-то вам что-то внушит, это глупо, потому что сам, ну, человек контролирует это состояние, сам человек контролирует, ну, сам сеанс. А, насчет регрессивной терапии, те, кто сомневается по поводу, там, ну, что, не знаю, как это работает, или как это может вообще работать, вообще какая-то мистика, да, то, что, там, за, ну, за месяц фактически можно изменить то, что люди годами меняют, ходят, там, к психологам, и что-то, все такое, что можешь сказать по этому поводу? Ну, как экстрасенсам очень многие люди ходят, и я считаю, что, ну, это самый быстрый путь к изменению, это, ну, единственный путь за все свои 29 лет, я искала разные, ну, это самые, как бы, пути, как себя изменить, как саму свою жизнь делать легче, и я считаю, что, ну, вот, вот именно гипнотерапия, это самый легкий, самый такой, вот, хороший, оптимальный путь к изменениям, то есть, проще всего это сделать несколько часов, чем несколько лет тратить на изменение себя, и сомнительно, что, ну, оно, как бы, принесет плоды какие-то изменения себя за несколько лет. Ну, да, ну, в любом случае, да, в любом случае, другие техники тоже работают, просто иногда срабатывает, иногда нет, мы, я с другими техниками не работал, ничего по этому поводу не могу сказать. Поверь мне, Олег, я очень многое попробовала в своей жизни, вот, именно эта техника сработала, это сто процентов, я говорю всем. Хорошо, хорошо, Свет, тогда мы с тобой остаемся на связи, вот, через какое-то время, там, с тобой еще раз посмотрим, как, что поменялось, да, уже качественно, да, вот, все, хорошего вечера, пока. Спасибо, пока.